Несомненно, главное событие состоялось сегодня в Финляндии, в столице этой страны, Хельсинки. Завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продолжалась больше двух часов в формате один на один с участием лишь переводчиков. Затем была еще одна встреча в расширенном составе вместе с министрами иностранных дел, помощниками и послами России в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов в Москве. Соответственно, Анатолия Антонова и Джона Хансмана в общей сложности российский и американский лидеры общались около четырех часов, после чего около часа принимали участие в совместной пресс-конференции, на которой ответили на пять или шесть вопросов. За время переговоров, как было объявлено, российские и американские президенты обсуждали вопросы двусторонних отношений, обсуждали международные вопросы, Ближний Восток, нераспространение ядерного оружия и многое другое. Впрочем, о каких-то конкретных договоренностях пока, во всяком случае, говорить, судя по всему, не приходится. Обсудим итоги этой встречи прямо сейчас, что она означает для России. В нашей студии депутат российского парламента, член Комитета по международным делам Государственной Думы России Антон Морозов. Приветствую вас. Добрый день. Спасибо, что добрались по этой жаре московской до нашей студии. Может быть, первое какое-то ваше впечатление, если позволите, много в преддверии встречи было прогнозов, кто выиграет, Путин или Трамп. На чьей стороне будет успех, что ли? Как вам кажется, как на этот вопрос можно ответить сейчас, когда встреча завершена? Самое главное, что удалось преодолеть стену недоверия, стену нежелания общения между главами двух великих государств. Конечно, вот эту стену, которую нынешняя американская элита пыталась воздвигнуть между нашими президентами, и вся вот эта травля Трампа, которая была развязана в США, она вся была направлена на то, чтобы сдержать развитие двухсторонних отношений между Россией и США. И то, что этот саммит, эти переговоры на высшем уровне состоялись, это, конечно, большая победа и российской дипломатии, и американской, потому что ключ к разрешению всех злободневных международных проблем, он лежит, конечно, в плоскости переговоров, а не конфронтации. Если есть какие-то претензии со стороны США к России или наоборот, то их можно решать только путем переговоров, а не путем построения каких-то стен, каких-то обвинений, каких-то санкций, незаконных ограничений и так далее. Мне кажется ли вам, что и встречи, и то, что вы сейчас говорите, это, по сути, такое за все хорошее против всего плохого. Нужно дружить, а не враждовать. Нужно разговаривать, а не спорить. А где конкретика, и даже после сегодняшней встречи? Ведь все те проблемы, из-за которых отношения России и США ухудшились, будь то предполагаемое, как считает значительная часть американского эстеблишмента, вмешательство в выборы, или же статус Крыма, который Россия считает своей территорией, а Соединенные Штаты и Запад в целом не считают, и так далее, и так далее, и так далее, это ведь никуда не ушло? Американская нация, американское государство, это капиталистическое государство, которое управляется капиталистическим олигархатом. Соответственно, у них главный вопрос – это деньги. То есть распределение сферы влияния и возможность предоставления американским компаниям возможности зарабатывать. Это касается и «Северного потока-2», как конкурента поставкам американских энергоносителей в Европу. Это касается и вопроса транзита газа через Украину. Это касается вопроса и ближневосточного урегулирования. То есть весь этот комплекс вопросов, он так или иначе завязан на финансово-экономические интересы США. И Трамп, как потомственный бизнесмен, как потомственный капиталист, конечно, понимает, что здесь настало время, когда необходимо с Россией договариваться о разделе сфер влияния и о том, каким образом Россия будет взаимодействовать с США именно в финансово-экономической сфере. И я так понимаю, что все эти вопросы, которые обсуждались, они так или иначе были завязаны на взаимоотношения в этой плоскости. Не, но мы же не можем себе представить, например, что сейчас США признают Крым российской территорией и, соответственно, будут сняты санкции. Ну, они могут спустить на тормозах этот вопрос. Каким образом? Не обязательно делать заявление о признании Крыма российским. Достаточно просто эту тему не педалировать больше и достаточно ее не поднимать. Но санкции-то они же все равно... Ну, конечно, в американском истеблишменте, как вам известно, сформировалось два лагеря – за Трампа и против Трампа. Но вопрос Крыма, мне кажется, там довольно без сомнений воспринимается собой. Но Крым изначально использовался, вообще вся ситуация на Украине и в Крыму в частности, изначально использовался как рычаг давления на Россию. Это способ заставить Россию делать что-то, что выгодно Америке, Европе, Западу в целом. Поэтому, если сейчас они видят, что этот рычаг уже не работает, и если те ограничительные меры, которые были введены против России из-за Крыма, уже не дают никакого эффекта, то, значит, нужно вырабатывать какие-то иные механизмы. Потому что просто самоизоляция Запада от России ведет к тому, что Запад теряет большие доходы. Не только от работы в России, но и от деятельности по всему миру. Вы утверждаете, что санкции, которые США вводят против России, бьют по США больше, чем... Да, безусловно. Они сейчас уже имеют эффект бумеранга. То есть они увидели, что Россия не причиняет никакого ощутимого вреда, но при этом сильно сковывают американский бизнес и европейский бизнес в плане работы и в России, и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке. А самое главное, напряженность в отношениях между двумя великими державами создает нестабильную ситуацию в сфере безопасности по всему миру. И это тоже сдерживает инвестиционную активность, это сдерживает развитие бизнес-проектов по всему миру. И это тоже косвенно бьет по интересам американского капитализма. Каким образом это будет работать, если мы понимаем, что есть Дональд Трамп, который высказывается за улучшение отношений с Россией, а есть Конгресс, который принимает закон, скоро будет первая годовщина, и закон этот затем президент Трамп подписывает, о новых ограничениях в отношении Москвы? Нет, ну безусловно, конечно, в Америке система государственной власти устроена совсем по-другому, не так, как у нас. Если у нас центр принятия решения – это Кремль, президент, глава государства, то у них центр решения – это правящий класс. Это такой коллективный разум, который состоит из многих влиятельных людей, которые определяют политику государства. И Трамп лишь определенная ячейка в этой системе, он не является, по сути, ни координатором, ни мозговым центром. Он, как у нас говорят, говорящая голова, по сути дела. То есть он озвучивает те решения, которые принимаются американским эстеблишментом. Поэтому сейчас, я так понимаю, у них план такой, что осенью они рассчитывают на выборах взять большинство в Конгрессе. Демократы вы имеете в виду? Демократы вы имеете в виду рассчитываете? Я думаю, как раз республиканцы. И Трамп, он же республиканец, и республиканцы рассчитывают взять большинство в Конгрессе, для того, чтобы Трамп мог завершить… Так оно и сейчас у них большинство. Ну, значит, видимо, не хватает. Я точно распределение не знаю, но я думаю, что им нужно еще больше мест для того, чтобы прекратить вот эти разнотолки, для того, чтобы все-таки больше сплотить вокруг Трампа единомышленников, которые позволят ему и в Конгрессе довести до логического конца те реформы, которые он задумал, в том числе и во внешней политике, и во взаимоотношениях с Россией. Какие сейчас могут, на Ваш взгляд, быть точки соприкосновения у Российской Федерации и США? – Точки соприкосновения, самые интересные для Америки – это деньги, это финансы. То есть это то, что мы могли бы совместно, не мешая друг другу установить такой порядок, такую финансово-экономическую систему глобальную, которая позволила бы и американцам, и России зарабатывать деньги спокойно, безо всяких конфронтаций и ограничений. Ну и, конечно, много вызовов, против которых мы противостоим вместе. Это и терроризм, это и беженцы, это и изменение климата, это истощение ресурсов, это торговые войны, это все порождения современной цивилизации, которые требуют адекватного, глобального, согласованного ответа, а не просто по национальным квартирам вырабатывать какие-то сегментарные решения. Они уже не работают. Вот сегодня была эта встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, и была пресс-конференция, на которой у Владимира Путина спросили, хотел ли он, чтобы Дональд Трамп выиграл на выборах. Он сказал, да, хотел, потому что Трамп во время кампании говорил, что будет выступать за налаживание отношений между Белым домом и Кремлем. И мы все помним, как в Москве радовались избранию Дональда Трампа президентом, и радовались государственные средства массовой информации многие ваши коллеги в Госдуме. В том числе потом создалось ощущение, что ожидания чего-то легкого от Дональда Трампа, которое было, эти прогнозы не оправдались. Сейчас, спустя без малого два года, что Дональд Трамп президент Соединенных Штатов, после того, как состоялась первая полноценная встреча двух президентов. Как вам кажется, Дональд Трамп для России удобный президент? Вы знаете, когда мы надеялись на Трампа, что с его приходом будет изменена политика США в сторону улучшения взаимоотношений, это была, естественно, надежда. Мы выступаем за то, чтобы был нормальный, адекватный переговорный процесс, чтобы наши интересы уважались, а не просто был диктат, как в 90-х годах, когда американские советники, по сути, просто транслировали волю США, и все законодательство, вся политика государственных органов подгонялась под требования Вашингтона. Сейчас происходит переформатирование взаимоотношений, и оно происходит болезненно, потому что в Вашингтоне многие не понимают, с какой-то стати мы должны считаться с Россией, с Москвой, если у нас есть наработанная методика давления и принуждения к принятию определенных решений. Поэтому эта трансформация происходит болезненно, но она происходит, она неизбежна. Это не только в взаимоотношениях США и России происходит, это и в взаимоотношениях США с Китаем, с Японией, со странами Латинской Америки, то есть мир меняется. И в Вашингтоне, к сожалению, зачастую этот объективный глобальный процесс воспринимается довольно болезненно. Но Трамп, он фигура не самостоятельная, он представитель американского эстеблишмента, и он действует на основе воли коллективного разума, о котором я говорил. Система держек и противовесок. Поэтому мы надеемся, что все-таки, учитывая, что американский эстеблишмент провел определенный цикл акций антироссийской направленности, и убедились они в том, что это не работает, то теперь они сменят тактику и перейдут к переговорам. И, соответственно, те темы, из-за которых отношения портились, на эти темы все просто будут закрывать глаза. Да понимаете, что значит отношения портились? Это же межгосударственные отношения, это нельзя сравнивать с отношением мужчины и женщины. Тут не действует категория, там, люблю, не хочу, не хочу. Отношения мужчины и женщины, если муж изменил, у брака большие проблемы. Здесь также после того, как Россия, по мнению США, аннексировала Крым, отношения ухудшились и были разорваны большое количество контактов, были введены санкции. Нет, ну, воссоединение с Крымом – это не вопрос креугольный, это лишь повод для того, чтобы ввести определенные ограничительные меры для России и оказать давление. Ведь ситуация с Крымом, она была, и вообще на Украине весь этот незаконный госпереворот, он был поддержан США, и, как мы предполагаем, он был именно инициирован США, именно с той целью, чтобы создать такие условия, когда на Россию можно надавить и принудить к каким-то определенным решениям. Сейчас они уже поняли, насколько я понимаю, что эта тактика не работает и перешли к переговорам. Понял вашу позицию. Спасибо. Благодарю вас, что приехали в нашу студию. Антон Морозов – депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по международным делам в московской студии RTVI. Перенесемся в Хельсинки, продолжаем говорить про сегодняшнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. В Хельсинке работает мой коллега Артем Филатов, он следил за подготовкой и ходом саммита, и сейчас после пресс-конференции двух президентов у нас есть возможность с ним связаться и узнать, как на месте в Хельсинке комментируют то, что мы услышали в ходе пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. Артем, приветствую. Тебе слово. Да, Тихон, привет. И всех здесь волнует, о чем на самом деле договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, и имели ли они возможность именно договориться, поскольку Дональд Трамп прилетел сюда после саммита НАТО, где, как говорят некоторые эксперты европейские, посеял настоящий хаос. И очень многих здесь, в Финляндии, например, в стране, которая принимает саммит двух президентов, волнует, не получится ли так, что они о чем-то договорились за закрытыми дверями в ущерб общей европейской безопасности и в ущерб существующему международному праву. Вот о реакции на пресс-конференцию, а также на сами заявления в ходе этой встречи. Мы сейчас поговорим с моим собеседником. Рядом со мной находится бывший посол Финляндии и в России, Ханну Химанин. Здравствуйте, господин Химанин. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, как вы считаете, давайте, опасения, что лидеры могут договориться о чем-то за закрытыми дверями в ущерб Европе и в ущерб международной безопасности. По итогам встречи они оправдались или нет? Ну, это, кажется, не такие опасения не оправдались, потому что у меня такое впечатление, что большая, скажем, большая неопределенность существует после пресс-конференции. Мы точно не знаем, что они договорились. Были такие ссылки на ожидаемые темы. Это Украина, Сирия, ядерное разоружение, возможно, вот это вмешательство в выборах в США и так далее. Мы точно не знаем, что они поговорили и, может быть, договорились. Так что надо немножко более подробно узнать, что именно случилось. Финляндия принимает вот эту встречу раньше, если глядеть в историю именно. Здесь уже встречалось советское руководство с американским, российское руководство с американским. Чем отличается вот эта встреча Дональда Путина, Владимира Путина и Дональда Трампа от предыдущих встреч в Хельсинки? Ну, я думаю, что это полностью другая встреча. Особенно, конечно, оба лидера другие, чем раньше. И тоже в ходе пресс-конференции мне оставалось впечатление, что вот такое отношение довольно небалансированное, потому что между двумя лидерами. Что вы имеете в виду? Потому что заявление президента Путина было очень так подробно, не, скажем, детально, но очень так четко подготовлено. Ну, президент Трамп был, просто скажем, как бы отражением того, что сказал Владимир Путин. И, например, что касается возможного вмешательства России в президентских выборах в США, это было немножко удивительно, как реагировал Трамп. Очень так неопределенно и начал такой, ну, внутриполитический разговор там в пресс-конференции. Ну, это так. Вы были послом в России, в том числе в тот период, когда произошли события на юго-востоке Украины, Крым, вот это все, 2014 год. И вы наблюдали ухудшение отношений России с Западом. Сейчас, после встречи Путина и Трампа здесь, в Хельсинки, вы рассчитываете на реальное улучшение отношений? Ну, это пока еще трудно сказать. Можно сказать, что атмосферная встреча здесь, в Хельсинки, наверное, была более-менее хорошо. Окей, ничего, никаких скандалов не бывали. Ну, если это следует, скажем, из этого следует улучшение отношений между США и Россией, или, скажем, в общем-то, между Россией и Западом, это еще рано сказать. Я еще немножко сомневаюсь, какие конкретные результаты можно видеть. Ну, что ж, я вас благодарю. Бывший посол Финляндии, в России, Ханну Химанин, был рядом со мной здесь, в Хельсинки. Здесь завершилась пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа менее часа назад. Завершился вот этот саммит, который комментаторы изначально называли историческим. Много надежд, как видим, Тихон, с ним связано до сих пор. И пока непонятно еще, по крайней мере, так говорят здесь, на месте, чем именно, на самом деле, закончилась эта встреча. Тихон. Что-то, Мишиду, не совсем понятно, чем именно закончилась эта встреча. Иначе говоря, непонятно, о чем договорились и договорились ли, потому что в ходе пресс-конференции действительно ощущения, что и серьезной конкретной договоренности не было. Ну вот именно это, да. Я сегодня также здесь поговорил уже после пресс-конференции с бывшим министром иностранных дел в Финляндии Эрки Туумиуэя. Это тоже человек, который давно следит за ситуацией и на уровне отношений России и Финляндии, и на уровне общеевропейских отношений. И вот он говорит, что, в общем-то, учитывая этот временной запас, несколько недель от договоренности о встрече до самой встречи. Вот в этот период очень короткий достичь конкретных договоренностей, принять какие-то конкретные резолюции и решения было, в общем-то, и невозможно технически. Обычно у дипломатов, по словам экс-министра, на это уходят месяцы даже, не недели. И поэтому именно черновиком каким-то можно считать вот то, что... И репетиции даже, улучшение отношений, то, что произошло здесь в Хельсинки, вот такая была точка зрения тоже нам высказана здесь. И поэтому действительно нужно еще наблюдать, как будут развиваться отношения России и Соединенных Штатов после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Тихон. Что ж, благодарю, мой коллега Артем Филатов на прямой связи из Хельсинки. Артем сегодня работает весь день в столице Финляндии, где встречались Владимир Путин и Дональд Трамп. И в нашем эфире его сегодня вы увидите и услышите еще неоднократно. Следили за встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Москве, в Вашингтоне, в Европе, а также в Украине, поскольку, очевидно, ожидалось, что Украина, ситуация на юго-востоке страны, Крым будут обсуждаться на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Говорили об этом, впрочем, оба лидера довольно мало. Владимир Трамп вовсе Украину не упомянул на пресс-конференции. А Владимир Путин говорил о том, что он просит Соединенные Штаты принять более активное участие в урегулировании ситуации в Украине. На прямую связь с нашей студией из Киева выходит политолог Елена Дьяченко. Елена, я приветствую вас. Слышите ли вы московскую студию RTVI? Здравствуйте, слышу. Добрый вечер. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами сейчас послушали один из фрагментов сегодняшнего выступления Владимира Путина на пресс-конференции. Один из самых конкретных вопросов и ответов, которые звучали на пресс-конференции, касались Крыма и принадлежности полуострова. Журналист Associated Press спросил у Владимира Путина, изменилась ли позиция Дональда Трампа на этот счет и в какое у Путина создалось ощущение после общения с американским коллегой. Давайте послушаем, что ответил Путин. У президента Трампа позиция по Крыму известна. И он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Елена Идиченко, политолог, на прямой связи с нашей студией из Киева. Елена, для вас и вообще для тех, кто за этой встречей следил в Киеве, в Украине, что-то неожиданное в отношении Украины прозвучало или нет? Я думаю, что можно назвать это стратегическим провалом банковой. То, что об Украине говорил... Давайте поясним. Банковая – это администрация улицы, на которой находится администрация президента Украины. Да, то, что об Украине говорил не Дональд Трамп, он как раз о ней молчал, а только Владимир Путин брал на себя инициативу. Можно говорить о том, что этот вопрос, вопрос Украины, вопрос Донбасса и Крыма, скорее всего, не обсуждался. Свидетельством этому является заявление Трампа о том, что он ставил перед собой только рациональные цели. Это значит, что не было решения изначально, и вопрос Крыма не обсуждался. Я думаю, что вторым посылом Трампа об Украине является его заготовленная фраза о том, что он не будет рисковать миром ради политики, только политикой ради мира. Это можно, в принципе, отнести к ожиданиям Киева по поводу перспектив вступления в НАТО. Очевидно, что таких перспектив в ближайшее время не будет. Поэтому, к сожалению, для текущей украинской власти оба мировых лидера показали, что вопрос Киева, вопрос Донбасса и Крыма не стоит в их повестке. А это ведь произошло с того самого момента, как в США появилась новая администрация. Мы все прекрасно помним, как в тот момент, когда президентом был Барак Обама, Джо Байден, вице-президент Соединенных Штатов, регулярно приезжал в Киев и Украину, тему регулирования, будущее Крыма. Все это все время звучало и поднималось в различных разговорах, переговорах и выступлениях. После прихода Трампа ситуация серьезно изменилась. Так ли это? Ну, скорее вопрос Украины, вопрос Крыма теперь является поводом для некоторого торга между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, но он уже не является целью, как мы видим. И Дональд Трамп очень удобно использует антиобамовскую риторику там, где ему это выгодно. Он списывает на администрацию Обама, но тем не менее по вопросе Сирии, Ирана, он продолжает в принципе политику прошлой администрации, несмотря на то, что он говорит и пишет в Твиттере. Поэтому я думаю, что фактор Украины будет использоваться Соединенными Штатами, но для получения, для лоббизма каких-то коммерческих интересов, а не как конечная цель. И, к сожалению, это не хочет признать текущий украинский президент и честно об этом сказать украинскому народу. Это связано с тем, что пришли вслед за, давайте скажем, романтиками, пришли прагматики в Белый дом? Или это связано с тем, на ваш взгляд, что просто от темы Украины устали, может быть, не удовлетворены реформами, которые там недостаточно эффективно проводятся? Или что-то еще? Я думаю, что самой большой причиной является именно потеря суверенитета со стороны тех, кто сейчас в той группе, которая находится сейчас у власти. Именно их политика привела к тому, что уважение практически и к Украине как государству, и субъектности Украины как государства в мировой политике на сегодняшний день не существует. Потому что вся политика текущей украинской власти строится на ожиданиях, на призывах к тому, что мир решит все наши проблемы. И, по сути, ни одного шага к мирному урегулированию не было сделано самостоятельно украинской. Что ж, благодарю вас. На прямой связи с нашей студией из Киева была политолог Елена Зиченко. Мы говорили о том, как в Украине местные власти реагируют наверняка на те слова об Украине, которые звучали сегодня во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Озвучало их, еще раз повторим, довольно мало. Владимир Путин сказал, что он рассчитывает, что Соединенные Штаты будут оказывать больше воздействия на Киев с тем, чтобы выполнялись Минские соглашения. Это слова близкие к цитате Владимира Путина. А кроме того, Путин отвечал на вопрос о Крыме и сказал, что Дональд Трамп, его позиция не изменилась. Крым – это часть Украины. И незаконно был этот полуостров аннексирован Россией. И, в свою очередь, Москва считает, что все было сделано четкими соответствиями с международными нормами. Несомненно, за сегодняшними переговорами в Хельсинке, что, впрочем, неудивительно, с большим вниманием наблюдали и в Европе, в столицу Финляндии, на встречу с Путиным. Трамп отправился после того, как побывал на саммите НАТО в Брюсселе. Затем он побывал в Лондоне, где встречался с королевой и премьер-министром Терезы Мэй. И прочное прежде трансатлантическое партнерство после прихода к власти Дональда Трампа в США уже не выглядит столь прочным. Тем более, что и накануне встречи с российским президентом Трамп в интервью назвал США противником Америки, наряду с Китаем и Россией. За европейской реакцией на встречу следит моя коллега Нина Ильина. Она в студии. Нина, приветствую. Итак, что говорят в Европе? Чего ждали от встречи? И как реагируют на то, что увидели, когда дождались? Дональд Трамп не дает расслабиться европейцам уже полтора года как. Неделя перед встречей была особенно напряженная. Саммит НАТО в Брюсселе, как раз с которого и приехал, и про который мы активно рассказывали в эфире. Уже тогда Трампа ждали с особенной настороженностью, а некоторые европейские политики ему открыто противоречили, были не согласны. Было уже тогда два момента. Первое, был специальный ужин с Трампом в первый день саммита, который был посвящен теме России. Но европейцы не были уверены, сможет ли он донести их опасения до Трампа. Это первый момент. А второй момент, им на самом деле никто не сказал, не проинформировал их, чего, собственно, Трамп хочет добиться в Хельсинки. Вот эти были два опасения уже накануне встречи. Что их беспокоит? Что говорят европейские СМИ сегодня, как они характеризовали эту встречу? Во-первых, на самом деле можно сказать, что реакции по всей Европе были более-менее похожи. Сейчас мы увидим от юга до севера и в центральной Европе. Трамп и Путин похожи и оба опасны. Вот была такая точка зрения. Их дружба, даже временный союз представляют угрозу для Европы. В чем именно? Давай посмотрим, что говорит немецкий таблоид Бильд. Он хотя и таблоид, но аналитика у них внешнеполитическая сильная, и они много как раз общаются и с политиками, и с дипломатами. Вот что они говорят. Германия и другие европейские страны следят за встречей, затаив дыхание. Трамп и Путин во многом похожи. Оба хотят разделить Европу. Оба делают ставку на национализм, а не на международные договоры. Оба презирают или уничтожают независимые СМИ. Оба создают фейк-ньюс для своей выгоды. Заголовок этой статьи был, насколько опасна для нас, для европейцев, имеется в виду эта встреча. Многие указывали на разницу характеров Трампа и Путина. Трамп, который непредсказуем, и падок на лесть, и в то же время Путин, который, как они говорят, по-леденому расчетлив. И вот как это может сыграть. Более того, Путин, как европейцы говорят, знает, чего он хочет, и поэтому оказывается впереди уже сам факт встречи, это очко в его пользу. Вот как про это говорят, например, британские The Times о самой встрече. Путин приедет на этот саммит с гораздо более четкой картиной того, что он хочет в результате нее получить. И он сможет извлечь из нее определенную выгоду уже потому, что эта встреча вообще состоится. Он будет сидеть за одним столом с лидером единственной сверхдержавы в мире. Так же, как когда-то в условиях биполярного мира сидели лидеры США и СССР. The Times также предположил, что Путин проанализировал встречу Трампа с северокорейским лидером. Они тогда тоже встретились один на один. И после этого Трамп заявил, что он отменяет военное учение с Южной Кореей. И при этом он не добился каких-то существенных уступок от северокорейского лидера. И за Times предполагает, может быть, Путин все это посмотрел и решил действовать таким же образом. Что еще на разницу темпераментов, также указывают наши соседи, скандинавы, норвежцы. Давай посмотрим заголовок, как они назвали эту встречу. Трампа часто встречают подарками и неприкрытой лестью. Встреча с Путиным может быть жестче. И если мы переместимся на юг, в Испанию, Эль Паис, например, сегодня написал, что Путин пытается вот этой встрече, через эту встречу с Трампом, вернуть роль сверхдержавы для своей страны. Что касается политиков, то есть СМИ не стесняются, они говорят то, что они думают. Реакция европейских политиков была более сдержанной. Давай сейчас посмотрим трех главных, наверное, таких критиков Трампа в Европе. И с чем связаны их опасения? Первое, как раз то, что сказал, Трамп назвал европейцев противниками или даже врагами. Это их очень сильно сделало. Да, наверное, слово враг здесь было бы более уместно. Давайте послушаем. Да, да. И Хайка Маус, министр иностранных Германии, вот его самый последний твит, как он это охарактеризовал. Когда президент США называет Европу противником, это, к сожалению, показывает, насколько далеки друг от друга политические берега Трансатлантики. Чтобы партнерство с США сохранить, мы должны его заново перенастроить. Он добавил после этого, что больше мы не можем полностью безгранично полагаться на Белый дом. Но это похоже на высказывание год назад Ангела Меркель, когда она сказала, что наша судьба в наших собственных руках. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн – маленькая, но гордая страна, и он как раз активно Трампа критикует, на самом деле. Один из главных критиков тоже возмутился вот этим высказыванием и задался вопросом, почему это китайцы и русские вдруг стали соперниками, а мы, европейцы, врагами или противниками. Даже предположил, что, может быть, свежий воздух на полях для гольфа в Шотландии образумит Трампа, и он наконец-то увидит, где прячется его настоящий враг. Второй момент – обеспокоенность. Все понимают, что и Соединенные Штаты, и Россия – это важные страны, никто этого не отрицает. Но именно поэтому любое решение имеет очень высокую цену. Дональд Туск, кстати, который как раз перед саммитом НАТО сделал это заявление, «Трамп, цени своих европейских союзников, их у тебя не так уж много», если уж на то пошла речь, вот что он сказал про вот эту цену переговоров России и Соединенных Штатов, что она значит для европейцев в том числе. Европа и Китай, Америка и Россия должны не разрушать этот мировой порядок, а исправлять его. У нас еще есть время предотвратить хаос. Сегодня мы оказались перед дилеммой. Играть в жесткие игры, как тарифные войны или конфликты в Сирии и Украине, или искать решения, основанные на честных правилах. Ну и, наконец, последняя их такая беспокойность. Два лидера важных стран договорятся за спинами европейцев. Такие предположения тоже высказываются. Собственно, то, о чем мы сейчас говорили с нашим коллегой Арсемом Филатовым. Да, 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 как раз вот это тоже высказывается. И, например, как раз в Хельсинки, Финляндии, в финских СМИ это обсуждается. Они думают, Хельсинки как вот место встречи, какой-то вообще роль будет играть для имиджа Финляндии. Настолько ли это положительно или нет. И давай посмотрим, как раз комментарии финского журналиста и про последствия вот этой встречи и для Финляндии, и для Европы. Меня лично не беспокоит, что о нас подумают во время встречи или после нее. Но меня беспокоит, как на нас отразятся переговоры президентов. И я искренне надеюсь, что министры иностранных дел мировых держав не будут за кулисами устраивать встреч на двоих. А то после Молотова и Риббентропа осадочек остался. Да, вот так вот Молотова и Риббентропа. Да, такая аналогия нехилая, прошу прощения за такое непарламентское выражение. Напомню, в 1939 году была такая секретная наговоренность о разделении сфер влияния в Европе. Конечно, для многих европейцев и для соседей России это вот прям такая очень больная тема. Спасибо, спасибо, Нина. Нина Ильина о том, как в Европе смотрят, смотрели, ожидая встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, и как комментировали ее по итогам этих четырехчасовых переговоров двух лидеров и этой пресс-конференции, которая продолжалась около часа. Субтитры создавал DimaTorzok